Как прекрасно, что сейчас конец 2018 года, нет коронавируса и доллар всего 62 рубля. Всего 62, скажи я это в 2012-м. Просто по-другому я не могу объяснить появление Т-72Б сейчас, в 2020-м. С такими-то ТТХи на 9.7, который большую часть времени играет на 10.3. В прошлом обзоре я возмущался, мол на 9.0 нет теплока, но вот здесь его тоже нет. Задний ход всего 3 км в час, и то эта скорость достигается за счет подлива мехвода, которому ну очень страшно. Зато ДЗ может танкануть ПТУР, если вдруг кого-то удивляет, что на танках есть ДЗ. Ну и как бы да, он лучше, чем 64-ка, но 64-ка хотя бы привезет тебя к 80-ке, а тут тупиковое ветвое развитие. Хотя не исключено, что потом здесь появятся Т-90 или арматы, которые сейчас по 50 штук с конвейера в день сходят. Снарядов традиционно очень много, но я использую только 3 БМ-42 и иногда ПТУР для близко подлетевших вертиков. Урон, конечно, такой, как будто ты на свай в лицо кинул, чтобы убежать, но в принципе играть можно. Но выглядит, конечно, красиво, даже так, как будто может отбивать снаряды. Ладно, ладно, если серьезно, то броня есть, и причем она нормальная, но есть большая уязвимая зона, в которую научились стрелять все. Так что да, забрать силуэт с двух километров, конечно, тяжело, но сказать, что у тебя есть прям грозная уверенная броня, язык не поворачивается. Ну и остается, наверное, упомянуть, что перезаряжается наш башнемет 7,1 секунду вне зависимости от экипажа. Зато скажите, способно ли хоть одно живое существо на планете повторить вот это на 72-ке? В общем, понравился мне этот танк только внешне, но и поворачивается он прикольно. А так я думаю, что это станет обычной проходной машиной для появления нового топа. Кому этот танк стоит качать, я даже не знаю, человеку, которому нравится цифра 72. Или же тому, кого устраивает количество контейнеров динамической защиты именно на этом танке. Муа!